Друзья, всем привет! Я Маргарита Шипила. Записываю это видео в помощь своим партнерам командой Money Turbo Pump. Если кому-то еще пригодится эта информация, будет очень классно. Итак, тема сегодняшнего видео как установить в группе виджет, который приветствует новых посетителей. Давайте я вам сейчас это покажу, как сделать. Заходим, допустим, в группу. И вот здесь мы видим, что тот человек, который заходит в группу, его приветствует вот такое сообщение, где прописывается его имя, фамилия, благодарность, что он сюда заглянул, ну и, соответственно, какой-то призыв. Как это сделать? Вы жмете на кнопку управления, выбираете кнопку приложения. У меня уже виджет установлен, поэтому он здесь показывается наверху. Если у вас виджета, соответственно, нет, значит, вы спускаетесь вот сюда в список и среди вот этих предложений, виджетов, выбираете вот такой виджет в сообществе. То есть вот с такой зелененькой иконкой виджет в сообществе. Нажимаете кнопку установить и вам открывается вот такая вот вкладочка, где его нужно начать настраивать. Как настроить? Смотрите. Кто видит? Ставьте только администраторы. Видимость виджета приложения. Все пользователи. Сниппет перейти. Тут можно тоже выбрать. То есть по своему усмотрению. Выбираете вариант и нажимаете. А вот эта кнопочка, она не будет видна сразу. Ее будет видно только после того, как вы установите и отредактируете. Потом надо будет вернуться в настройки приложения и поставить вот здесь видимость виджета приложения все пользователи. Иначе его не будет видно в сообществе. Итак, сделали настройки. Заходим в само приложение. Настроить. Здесь можете почитать рекомендации. Вам открывается форма настройки. Первое, что мы настраиваем, это приветствие. Здесь вы пишете все, что хотите. Вот это место оставляете нетронутым. Это будет автоматически подставляться имя и фамилия человека. Второе поле тоже приветственно. Здесь тоже пишите то, что хотите. И третье поле, это само предложение, что вы хотите человеку порекомендовать. Вот здесь вот лучше оставить просто имя. То есть не вот так, чтобы выглядело, а просто имя. Обязательно оставляйте вот это место. И здесь уже после запятой прописывайте свое какое-то интересное предложение. Имейте в виду, что здесь количество знаков ограничено. Поэтому сильно много не пишите. Но в принципе, если много напишите, вам приложение покажет, что вы как бы перестарались и вам нужно немножко подредактировать. Чтобы начать редактировать, просто нажимайте на это поле. Вам открывается вот такая вот вкладочка. И вы его здесь вот прописываете. Сохраняете. Точно так же с этим полем и с этим. Писали все. Обязательно вот это поле, чтобы было. Здесь написали, что хотите человеку порекомендовать. Если, допустим, у вас есть желание разграничить на мужчин и женщин, да, вот у вас предложение, которое для мужчин и женщин, чтобы оно как бы именно к женскому полу было обращение к мужскому, если вы так хотите. Нажимайте кнопочку показывать девушкам. Здесь ниже у вас откроется еще одна вкладочка. Вы впишите предложение. Вот этот текст уже обращенный как к женскому полу. Если у вас обращение как бы в общем, в целом, да, ко всем, тогда можете не пользоваться этой вкладкой. Написали, сохранили. Следующая кнопка, которая уже конкретно переводит человека туда, куда вы хотите его перенаправить. Это может быть ваша рассылка или, допустим, у вас есть информационный пост какой-то, где у вас есть информация по вашему предложению. Вы копируете эту ссылку на этот материал, на рассылку или на пост или на видео, то есть все, что вам нужно прорекламировать. И сюда вставляете. Здесь обращайте внимание, что могут содержать только внутренние ссылки на ВК. То есть все, что связано с ВКонтакте. Сторонние ссылки здесь не рекомендуется устанавливать, потому что могут забаниться общество. Дальше. Значит, здесь точно так же кнопочку, если надо, установили для девушек, для парней отдельно и сохранили. Когда все это сделали, нажимаем кнопку «Установить виджет». Вам откроется предосмотр. То есть вы можете видеть, как это будет выглядеть уже в готовом варианте. Если вас что-то не устраивает, вы видите, что там, может быть, какие-то косяки есть, да, вы закрываете, редактируете снова, опять «Установить виджет», нажимаете, опять смотрите предосмотр, все ли красиво и, как говорится, шикарно. Если у вас все устроило окончательно, нажимаете «Обновить виджет», и он у вас установится в том варианте, который вы сделали, ну, самый крайний. И когда человек уже будет заходить к вам в сообщество, он будет видеть. Вот это приветствие. Как проверить, что его видно в сообществе? Значит, ну, можете попросить, допустим, вашего друга, который не является администратором этого сообщества, зайти в группу и посмотреть, как выглядит приветствие. Либо, если у вас есть вторая страничка, где вы не являетесь администратором, точно так же можете проверить. Если нужны какие-то поправки в приложении, или, допустим, человек зашел, сказал «Я не вижу такого приветствия», вы заходите опять в «Управление», заходите в «Приложение» снова, и если оказалось, что виджет не видит никто, тогда вот эту кнопочку обязательно устанавливаем, что видят все пользователи. Установили, сохранили, и приложение будет работать. Если нужны какие-то перенастройки, там текст изменить или ссылку поменять, нажимаем на «Настроить приложение». Точно так же. Настроили, все поменяли, все что надо, сохранили, обновили виджет, и все будет работать как надо. Если вам информация эта была полезна, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно комментируйте, есть ли у вас в группе такое приветствие, если нет, почему вы не пользуетесь им, по какой причине, и напишите, были ли сложности у вас с установкой этого виджета. Если какие-то вопросы по установке, сами не можете справиться, обязательно обращайтесь по контактным данным, которые есть под этим видео, пишите мне, я вам обязательно помогу. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые какие-то полезняшки, и будьте в курсе событий. Будем с вами дружить, общаться и обмениваться полезностями. С вами была сегодня Маргарита Шипила. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Продолжение следует...